Привет. Я ещё никогда в жизни с таким не сталкивался. Я просто хотел нажать на красную кнопку подписаться, но акула не даёт мне этого сделать. Прошу помощи. Нажми эту красную кнопку подписаться за меня. А взамен я дам тебе кучу интересного контента. Договорились? Пошла ты вон отсюда, акула! И ещё кое-что. Не мог бы ты, пожалуйста, поставить лайк на это видео? А то, как сам видишь, эта чёртова акула может меня укусить. Вот, просто жмякай сюда. Спасибо, ты меня очень выручаешь. Приятного просмотра и чаепития. Привет. Сегодня мы покажем, что если предмет станет человеком. На протяжении дня, если нам понадобится какой-то предмет, допустим, стол, мы тянем бумажку. Показываем так. И у кого выпадает предмет, становится этим предметом. Стол грамотный какой-то. Ну да. Всё. Принцип понятен? Если на протяжении дня кто-то откажется быть предметом, того в комментариях мы называем пуськой. Ну, а если на протяжении дня никто из нас не откажется, то мы лично от тебя ждём лайк на это видео. Ребят, согласны? Да. Либо у нас пуська, либо много лайков на видео. По-моему, это будет интересней. Ребята, вот есть идея. Что если мы сфоткаемся напротив тачки Никиты? Делаем селфи. Так. Всё, у нас получился вот такой рисунок. Ребята, знаете, что я бы хотел сделать? Я бы хотел его распечатать. Типа принтером стать? Да. У нас реально нету в доме принтера. Мы решаем, кто будет принтером. Давай я первый. Показывай, что у тебя там. Её пусто. Пусто. Блин. Реально, я не очень рисую. Я надеюсь, что это выпадет в Гоги. Пусто. Да, да. Блин. И у меня получается я предмет. В нашем случае это принтер. Так, у нас в доме листочек там. Карандаши, как думаете, есть? Есть. Ломастера тоже есть. Нам здесь нужны. Так, сам белый, красный, чёрный, синий. Лисуем как принтер при таких условиях. Да. Что это? Это принтер вообще неправильно. Вот если бы я был принтером, я бы рисовал, ну, как точная копия. Нет, вообще не точная копия. Это очень похоже. Нет, ну я же принтер. Ну, ребят, ну я же принтер. Машина-то грязная. Вот, ну, посмотрите, безобразие полное. Реально же, да? Вон, мойка есть. Иди. Мойка. У нас можно человека предметом заменять при одном условии. Если реально нету вещи поблизости. Сейчас, если мойка открыта, вот эта вот, то мы не будем выполнять задание мыть машину. Если она не открыта, то будем. Ну, как вы видите, она закрыта, мойка закрыта, ребят. А почему все время ты придумаешь? Первый придумал, первый сказал на камеру. А? По-любому он неделю не мыл машину специально для этого случая. Да, подготовил. Ну, вы же тоже можете включать камеру в любой момент и говорить, какое задание вы бы хотели дать. Смотри, воды не хватает. Тряпочка, тряпочка. С собой вот так вытирать. Нет, тряпочка есть, воды не хватает. Я предлагаю, кто сейчас вытянет бумажку предмет, тот становится керхером. А как мы на портуку сделаем? Портом. Только ртом, да, можно? Другими частями тела не поменялось. А, нет, другие части тела как оставить в укромном месте. Я вам даже не сказал, какие. А, нет, бери. Такие. Ну, я про нос подумал, а ты. Часа? Пустая. Пустая. Ну, ебаный! Я же говорю, это же вам поплатится. Попускай самую мою свою машину. Подождите, я в этот раз опять же последний тянул. Ну, ты можешь вот так поливать, а то мыть. Что он делает? Я не знаю. Респиратор. Давай быстрее, а то сейчас проглотишь. Ребят, оценивайте мою работу, старался. По-моему, это еще хуже, чем принтер. Вот, что это? Ты мою машину сам запачкал. Что это? А, у меня рука грязная. Да, у тебя уже потла грязная. Я же помню, я только что ты чест. Самое время предложить тебе поставить лайк на это видео. Когда наберется 700 тысяч лайков, мы с ребятами отснимем вторую часть, где люди становятся предметами. Кстати, челлендж для тебя. Прямо сейчас ты должен стать компьютерной мышкой. И твоя задача сделать этот лайк голубым. Как думаешь, справишься? В следующем видео я покажу, сколько человек справилось с этим челленджем. Ну, а с предыдущим челленджем, ну, про ногу и толстый палец, справилось вот такое количество. Добрый день, добрый пожаловать. Здравствуйте. Удобно есть? Ну, так, не очень. Что, предлагаешь? Мне нужен столик. Я не могу машину есть. Гога, что думаешь? Да я думаю, что... Давайте тянем бумажки. Стол нужен, правильно? Андрей, смотри, вот ты самый высокий. 33%. Ты самый лучший стол будешь. Гога маленький, я неудобный. Давай, Гога, ты. Давай. У меня пустая бумажка. Ну, е-мое! Да! Да! Ну ладно, работает. Тема, что кто предлагает, тот получает это задание. Так, вот на всякий случай, мало ли там два предмета, нету, пусто. Ребят, ну мне же неудобно, мне нужен стол. Спинку нормально держи, тут чуток пониже. Блин. Еще люди ходят. Вам удобно? Очень. Не, ну получше, чем в машине. Как минимум, потому что мы ее не испачкаем. Согласен. Мне бы тоже удобно было бы. Стали. Никита, ничего страшного, если он тебя на мусоре не ест? Не, нельзя. Вы что, долго будете жрать, нет? Греб, торопи нас, пожалуйста. Никита, ты как будто не знаешь, что нельзя торопить человека во время еды. Греб, ты что на стол накапал? Че? Я случайно. Да не капайте меня на футболку, сами стыграть будешь. Это кетчур. Я в тебя же будешь... Стол какой-то выпендрежный, да, стал у нас. Я не до жалоб и предложений. Холодно. Никита, у тебя нет нигде подогрева? Сейчас подогрев будет. Че-то пика. Сейчас подогрев тебе будет. Сейчас подогрев тебе будет. Греб, где стопал? Так ты на столом. На столом. А мне все пасает. Где ты уже? Подожди. Куда попал, брат? Слышь. Ааа, господи. Аж по стеклу скрипело. Кто-нибудь хочет побыть дворниками? Зачем? В смысле зачем? Зачем просто. Никита, ты вот это вот не видишь? Вот этот огромный угол. Вот этот, видишь? Смотри, сколько сгусток грязи просто. А, назад. Ну че? Ты не хочешь быть дворниками? Я не хочу. Дворники? Так, дворник, да? Все. Никита? Ты моя. Давайте я первый, пожалуйста, я первый. Ладно, давай. Да! Ну этого не от смысла просто. Так, а что за пипец какое-то? Нет, это... Опять ты предложил? Ты ее. Нет, реально, это какая-то дичь. Прикинь просто, ты предлагаешь, и ты это выполняешь. Ну это реально бред какой-то. Давайте переграем, реально какая-то дичь. Нет, Андрей, ну уже вытянули. Это реально, ну какая-то ерунда. Ну да, да почему предмет-то опять? Не забывай. Вот тут пятно. Да, я вижу, вижу. Новые. Вот реально до этого вы эту футболку не видели, потому что она была новая. Здорово. По-моему, Андрей в роли дворников справляется намного лучше, чем в роли Керхера. Что такое, Андрюш? Тебе страшно? Ну ладно, ладно. Ну посмотрите, в принципе, очень все чисто получается. Это намного лучше, чем в роли Керхера он справлялся. Андрей, можете вид деятельности сменить? А в твоей функции предусмотрено полив. Ну все, давай спускайся. Это прям, если не держаться, то очень страшно. Если держаться, то не страшно. Ребят, что, мы дальше не проедем, что ли? Ну я думаю, мы не проедем. Ты точно не проедешь? Ну я точно не проеду. Может, кто хочет побыть внедорожником сейчас? Я, кстати, специально сижу и такой вообще не предлагаю никакой предмет. Да, почему я-то сейчас предлагаю именно на этом моменте. И что ты предложил еще раз? Я говорю, может, внедорожником кто-то побудет. Никита, тянет бумажку. Можно я не буду? Давай. Я предложил. Ну-ка, давай. Открывай, открывай, открывай. Зай! Давай, как это? Покажи! Покажи! Попой, пожалуйста! Да как так-то, а? Это проклятие какое-то. Почему кто предлагает, а постоянно вытягивает эту бумажку? Я реально сижу и специально не предлагаю, потому что мне вообще не везет. Да это капец! Напишите в комментариях, как это вообще возможно, Unreal. Ну, окей, ладно. Как я вас понесу? Я чернопережный. Да куда? Поехали! Эй, 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 эй! Стой, стой! Меня погони! У меня одно место! Давай! Ты меня сейчас задушил. Давай! Давай! Давай, давай! Да капец, вы тяжелые оба! Все, я так... Все? Ладно, давай по одному. Давай идти отсюда! Да, в смысле, нет, вон, машину ты оставил! Да, блин, Андрей! Я там боюсь ехать. Так как ты молечит автомобиль, я хочу вот тут именно проехать. Да нет, я дома по камням поедем, а если мы там упадем? По-моему, они издеваются надо мной. Если я головой поворачиваю направо, внедорожник идет направо. Если я бью по макушке, это означает, внедорожник кричит... Все, подожди, погнал. Ааа, холодно, холодно, холодно! Люка, я поворачиваю головой. Какая она холодная! Бибиб! Бибиб! А то и сейчас мы по камням идем, это нормально, да? Это нормально. Бибиб! Бибиб! Дай телефон. Да. А здесь связи нет. Опа! Так, ну что, в итоге телефон, да? Ну да. Мы находимся в лесу, ни у кого из нас нет связи, но нам надо созвониться с одним человечком, чтобы... Что? Ну чем тебе он нужен? Ну, купил кое-что. Нам нужен телефон со связью. Дай. Окей, давай я. Да он и вытянет первый. Ладно, все. Да нет! Да ладно! Никита, какого фига! Ааааа! Катрикал! Так, давай. Он подмешал по-любому. Ты телефон сейчас. А ты сейчас подбегаешь к человеку, к которому он нужен. Подходишь и говорит, как только он берет трубку, ты говоришь то же самое, что Никита говорил тебе только что. Что ты ему хочешь передать? Ну, короче, говоришь, алло, маму маф, тату маф, а Юру маф. Подожди, я не запомню. Да, телефон, а ты запоминаешь то, что он говорит про подругу, письмо отправить подруге надо? Я запоминаю. Да вы-то тупой, я у ломбард стал. Ха-ха-ха-ха. Какой хозяй такой телефон? Про ломбард тоже запомни. Ха-ха-ха. Чем больше он слов скажет, тем ты должен передать ему. И по-моему, Юрий тоже, по идее, должен передать. Ха-ха-ха. Все, я отключаю это. А я письмо не отправил. Да потом отправишь, следующим сообщением. Это же телефон, ему можно несколько раз использовать. Ха-ха-ха-ха. Какого фига я опять? По-моему, они зеваются надо мной. Ой, собаки бегают. Сейчас замерз. Нажми на меня, говорю. Так, все, стой, хорош. Меня лапать. От Никиты. Алло. Папу Маф. Маму Маф. Юру Маф. А мне еще надо письмо девушке отсылать. И что там еще Андрей говорил? Привет, Универида. И что? Может, что-нибудь еще? Не знаю. Ну то, что Никита лох. А, ну да, можно в принципе. А, ну все, отлично. Все. Все, пошел. Сука, никогда не любил бегать. Это мое самое нелюбимое занятие во всей физкультуре. Какая-то плохая связь. Пшшш. 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 Да. Да. Никита, ты лошая. Пшш. А, еще тебе привет. У кого-нибудь есть ручка? Либо что-нибудь пописать. Хотим сообщение написать. Грязь есть. Давай грязью. Какой грязи? Ну смс-ку надо написать. Смс-ку давай карандашом. У меня есть. Вот. Давай напустим. Так. Можно я? Смс-ка. Отправляйся. Не, ну реально плохая связь. Долго доходит, да? Вообще. Смотри, еще говорят. Плохая связь. А сейчас все охренели в конец. Что там написано? Я не знаю, смс-ка. Короче, ты лох. Спасибо, Андрея. А, давай пиши что-нибудь еще ответка. А теперь? Все. Пошел. Ставь лайк за такой телефон. Мне кажется, я заслужил это. Можно я сейчас отвечу? Да. Если он будет жижать. Давай. Ты главное посильнее пеешь, чтобы он тупит. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха. Жижай. Жижай. Ха-ха-ха. Откуда он узнал? К твоему смс-ку отправил? Это что, телефон с прослушкой что ли или что? Походу. Блин. Ребята, похоже сегодня не наш день. Вот чтобы ты понимал. Магазин, к который мы сейчас идем. Находится вон там через это озеро. Если мы будем обходить вот этот пруд, то он минут сорок займет. Не, если через лес напрямую, то минут двадцать. Я предлагаю, сейчас кто-то станет лодкой. Друзья, так мы по-любому больше времени потратим на это, чем сорок минут. Да, согласен. Тут минут десять, мне кажется. Если прямо сквозь лес, где клещи могут быть, то это минут пятнадцать. А тут минут десять мы будем плыть. Клещи, жуки, потом ветки, паутина всякая. Глаза пауки. Это реально такое стрёмное задание. Я не хочу быть лодкой. Что давайте сразу достанем, а потом уже будем смотреть. Давай я пируй. Давай. Это все у нас всегда работает. Ааа, блин. Не, если ты можешь отказаться, и все в комментариях будут писать, что ты пусика. Я предлагаю сейчас человека позвать, который привезет к нам вруг спасательный. Можем еще кстати весла попросить дальше. Чтобы типа прикольней выглядело. Это есть что-то необходимое для того, чтобы мы просто не утонули А на рукавнике нам, да? Нет, о, спасибо Для безопасности, чтобы Ютуб не ругался, правильно? Ребят, если бы он вообще априори не ругался, мы бы и без этой подстраховки все сделали, правильно, ребята? Да, конечно Давай Так, тихо, не поторапливаем меня Вот туда, да, вот до белого значка, где купаться запрещено Но мы же не купаемся Мы на лодке плаваем, конечно, к любому Все заливается, прям реально все заливается Но правда, чем больше я думаю, тем меньше я лодка Я же дерево пойду Может, все-таки через лес пойдем? У меня нету жапочки для купания Блин, ладно, придется пойти все-таки О, наконец-то Я лодка Следующее направление Все, плывем Волосы, волосы, я не проявляю Хватит брызгаться Продолжение следует... Спасибо, что довез нас О, Господи, земля Андрей, что мы без тебя бы делали? Сказано, реально бревно какое-то, а не лодка. Это нормальная лодка, вы чего? Я нормально плыл. Только мы башняном учились, да? Он хотя бы сейчас в сухой футболке поедет. Я плыл и дрожал. Я больше никогда не буду лодкой. Мы находимся в торговом центре, нашли сушилку. Это огромный плюс. О, горячая вода, она такая хорошая. Хорошая, хорошая. Как только мы взяли чай, мы сразу начали понимать, что если мы будем еще накладывать продукты себе на руку, нам будет сложно тащить. В смысле нас трое? Вот, и Гога предложил... Я не предлагал. Тележку, тележка. Нам нужна тележка, мы ее на входе забыли, а идти нам впадут. Да, хорошо, что это Гога предложил. Я бы никогда не предложил тележку. Да я не предлагал, честно. А какой чай вы пьете? Гога тянет бумажку первую, так как он и предложил. Ну вот эту бумажку, я не знаю, что там. Все, да, давай. Пустая! Блин, я только что лодкой был, я не хочу быть тележкой. Берите, я тебе доверяю. Сейчас, подожди, подожди. Тихо, не смотри, не смотри. Да, да, да! Ну-ка покажи свою бумажку. Я думал, ты хочешь, да, типа это он. Никита, пока никто не видит, давай. Так я все равно по всему магазину буду. Пока никто не видит, серьезно. Твою. Все, вот. Давай, рука. Вы жители нормально? Ааа. Это еще больно как? Слышь, продукты наши, этот, не роняй. Так вы не, нормально, да, жители? Смотрите, а мой пол простой. Я думал, вообще тяжелый. Кабань-то. О, да ты кури. Никита, нам чай-то надо с водой разбавлять же. Давай сначала продукт, за продуктами сходим, поставим тележку здесь. Да, окей. Да, я его не делал. Так. Так. А еще. На кассу идем, на кассу. На кассу. Здесь хорюшая тележка. Ну как? А я больно одули. Тихо, тихо, тележка, тихо. Тормально быстрее. Не жалуются. Так, погоди, ты че? Что? Мы тебя должны назад поставить. Ну все, пошли. Никита, давай пока. А как? Дай мне монетку свою. Так. А не быстрее такая, и камерой палец подаст. Зеркало нужно? Мне зеркало нужно. Ладно, давайте зеркало по-быстрому реально уже холодно. Зеркало, есть зеркало. Почему зеркало дрожит? Че за их заображение? Кто прясет зеркало? Да оно, я тебе говорю, это китайское драконное. Оно уже открыло. Погреби там. Так, он же получается. Ну опять отстаешь. Давай, Машка. Короче, давайте я в сторону зеркало. Ладно, давай, давай. Все, поехали. Что, сделаем это зеркало? Давай, давай. Только давай, я попался с ним. Я и так делал. Я думаю, напоследок надо было бы пол помыть. Да, кстати. Но, как мы заметим, в этой комнате не находится ни одной швапой. Я так понимаю, что кто-то из нас должен быть швапой? Да. Просто, чтобы добить ролик. Добить ролик. Тем, что кто-то из нас сейчас станет швапой. Ну, давай. Я не хочу быть швапой. Давай, пускай. Да ладно. Нет. Это по-любому меня. Ну, давай. Нет, давайте просто покажешь и мы еще ничего не говорим. Да нет. Да нет. Это ты. Да ладно. Да. Да нет. Да нет, серьезно? Да. Вот, посмотри, вот Машкин. Перебрешь. Нет. Это реально он. Давайте покажем его снова. Они знают, что я не обманывал. А зачем ты тогда выкинул? Только что выкинул. Нет, а зачем ты выкинул? Да, чтобы ты сам не посмотрел. А мы и нам, блин, и меня. Я уже птичь с дружу, реально. Ну, давай мы идем в голосование. И кто не верит мне? Я не верю. Ну, все. Все, раздевай. Кто за то, что верит? Ну, давай. Ну, вот, все. Нам дальше. Все, пока. Да, ну, какие-то неравочные будут. О, Господи. Голос... 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 Не уроните меня, молния. Голос... 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 Голос...